Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я приехал на набережную реки Туры. И вот прямо видно, я иду, и вот внизу, как раз за мной, это река Тура города Тюмени. Основная река, через которую проходят все водные транспортные потоки. Это именно города Тюмени. Ну вот сейчас вот я поснимаю немножко набережную. Вы, конечно, видите, как изменился здесь ландшафт. То есть стали вот кустарники, деревья, желтыми. Ну, осень, октябрь месяц, естественно, готовятся все к зиме, чтобы зима, все желают, чтобы было тепло. И, естественно, утепляются. А тут, видите, и природа, естественно, тоже, как бы для того, чтобы деревья сохранили свою жизнеспособность, сбрасывают листву, корневая система как бы накачивает себе воду, и так вот будет зимовать деревья. Поэтому происходит осенью процесс сброса листвы, уважаемые друзья. Ну вот, сейчас я поснимаю набережную, значит, покажу вам, насколько здесь вот я задержусь. А сейчас я переключу на здесь знаменитый в Тюмени. Это Свято-Троицкий монастырь. Это именно монастырь. Вот он, Свято-Троицкий монастырь. Он сияет куполами. Купола здесь настоящие золотые. Когда, конечно, эти купола покрыли вот золотом, оно блестело, сияло. Сейчас немножко оно такое, как бы, видимо, все-таки дает о себе знать коррозия золота. И оно немножко не такое яркое. Раньше вообще на солнце эти купола сияли очень сильно. И прямо такой был сильный отблеск. Вот. Возможно, оно чем-то и покрыто. Но вот мне думается, что все равно за эти годы, то, что там покрыли в течение, там, по-моему, 7 или 8 лет назад, значит, конечно, идет процесс, как любого металла, процесс окисления. А вот эта вот стена тут. Эта стена как раз, она отделяет Свято-Троицкий вот сам монастырь, вот здесь с куполами. И дальше идет, как бы, вход, и там церковь Петра и Павла. Вот там то, что Маковка видна, это церковь Петра и Павла. Тюменцы, конечно, все это знают. Ну, а для иногородних людей, для не тюменцев, для других, как говорится, подписчиков и уважаемых друзей, вот я рассказываю. Вот. Здесь у нас забор такой установили. Ну, значит, начнем показывать ниже. Вот знаменитая набережная города Тюмени. Вот так она выглядит осенью. Если летом тут еще была такая ярко-зеленая трава, сейчас она, в данный момент, не уже такая желтоватая. И внизу, видите, водная гладь реки, она, конечно, ну, такая с рябью. Ветер, сейчас, как бы, дуновение ветра, естественно, водные массы реки, они перемещаются, и вот на поверхности такая рябь. Ну, вот, уважаемые друзья, двигаюсь я вверху набережной, и вот здесь вот буквально, вот, упрямо граничит рядом, вот, с этим заборчиком небольшим, и вот небольшое, такое узкое, как бы, вот здесь вот парк с деревьями. У нас его называют, это Дунькин сад, вот, вот есть, вот так его назвали. Он как раз идет от Троицкого монастыря к строительному институту. Вот такой вот, сейчас он вот выглядит вот так, конечно, летом здесь березки зеленые, яркие. Значит, тут еще вот насаждения посадили свежие, а сейчас вот он весь такой желто-оранжевый, там и рябина цветет. Ну, вот это вот спуск у нас на саму набережную. Вот она набережная. Ну, по ней я не пойду, уважаемые друзья, не раз ходил, уже показывал вам. Просто мне хочется показать вам общий вид, общий, вот, весь антураж, в каком виде здесь у нас сейчас эта набережная. Вот, также кустарник остался зеленый, часть листьев пожелтела, и вон там внизу уже не так много народу. И, ну, люди день, люди, конечно, кто на работе, молодежь учится в Тюмени. Ведь это студенческий город, здесь порядка основных, порядка шести вузов. А так, значит, здесь порядка десяти высших учебных заведений, которые в Тюмени охватывают много различных, как бы, направлений и специальностей. И здесь много-много очень студентов обучаются. Так что молодежь в основном на учебе. Ну, и среднее профессиональное образование, здесь есть техникумы, где получают молодежь. Вот так. Вот, смотрите, я сейчас передвигаюсь перед набережной, и хочу вам показать вот мост. Вот, уважаемые друзья, мост. Сейчас я сделаю приближение. Вот, видите вы, мост влюбленных. Так он смотрится у нас днем. Как бы, часть моста выходит за реку, там, где Вознесенский храм, Георгиевский Вознесенский храм. Значит, а верхняя часть, она приподнята, потому что берег высокий, и она, как бы, вот так вот вверх, если посмотреть по линии, видите, да? Вот. А там слева, вот за рекой, значит, и продолжается строительство вот этого вот Вознесенского жилого комплекса. Это первая его часть этого комплекса, она вот как раз сдалась 4 года назад, и вот выходит она на берег реки Туры. А вторая, чуть она будет подольше, вон там, где подъемные краны стоят, строительные краны, строительная техника, там вот идет как раз возведение здания, которое высотой порядка, здесь вот 4-5 этажей, а тут порядка уже 8-9 этажей. Вот такое вот здание у нас за рекой Вознесенский район строится. Это, как бы, такой престижный район города Тюмени. А вот, уважаемые друзья, вот Дунькин, вот этот вот Дунькин сквер, Дунькин сад, точно не помню, но помню, что Дунькин. Значит, вот он, основная его часть, и здесь стоит у нас такая стелла известному естествоиспытателю Георгу Вильгельму Стеллеру. 10 марта 1709 года, Бат Винцхайм, Германия, 23 ноября 1746 года, Тюмень, Россия, соединившему научным поиском Европу, Азию и Америку. Вот такой заслуженный человек, здесь стоит такой, в честь его, такой вот обелиск. Значит, ну тут, видимо, не видно вам, я обойду. Вот, значит, и здесь написано уже то же самое, только на немецком языке. Вот, видите, и здесь как раз знак географического общества, видите. Вот, ну вот такая вот здесь, в честь человека, который объединил Европу и Азию, вот, своими научными изысканиями. И вот, смотрите, вот березка, она вся буквально вот в желтой листве, и там солнышко у нас светит. А это у нас здесь строительный институт, его и по-разному называли, то строительная академия, то строительный институт. Вот, сейчас он объединен, Тюменский технологический университет, так называемый ТИУ, Тюменский индустриальный университет. Вот так его сейчас называют. Это просто корпуса, его объединили в один. Был индустриальный институт, отдельно был, значит, здесь и строительный институт в городе Тюмени. Вот, и вот произошло объединение, на базе этих вузов произошло объединение, стал Тюменский индустриальный университет. И отдельно в Тюмени, где сейчас вот в центре, там строится на улице республики новое здание, я как-то вам показывал его. Это просто Тюменский, просто Тюменский ТГУ, Тюменский государственный университет. Вот, ну вот мы идем, сверху смотрим на набережную, на заречную часть. Вот так она у нас смотрится. Там, значит, у нас дальше, вот с левой стороны район ДОК, уважаемые друзья. Почему район ДОК? ДОК, деревообрабатывающий, деревообрабатывающий комбинат был. Вот, раньше все сплавы производились по реке Туре. Здесь огромное количество платов шло с лесом. И вот в том месте, где вот сейчас там торчат эти дома, стоял деревообрабатывающий комбинат. Ну, а когда не стала поступать продукция с севера, вот эти вот лесные все вырубленные массивы, то, естественно, и прекратил. Нечего было обрабатывать комбинату. Часть рабочих, как бы, уволили, сократили. И это место освободилось. И сам деревообрабатывающий комбинат, как говорится, не стал существовать из-за своей нужности. И вот на этом месте людей, значит, там переселили. Там, в основном, частный сектор был. И стали строить вот этот микрорайон, так называемый, жилищный комплекс ДОК. Он сейчас называется ДОК. Вот, ну, вот так вот, такая вот история. Ну, а сейчас ведем потихоньку, вот как раз рядом с рекой. И там вот, я поближе вам покажу, значит, Георгиевский Вознесенский, вот этот вот. Сейчас вот приближу Георгиевский Вознесенский храм. Вот, вот он. Кстати, вот именно в этом храме, уважаемые друзья, нашли мощи Филофея Лещинского. Он до революции был монахами Свято-Тройского монастыря. Там был захоронен. И под полом. И вот в этом святом месте он, как бы, там находился. Вот, и когда, как говорится, страна развалилась, Советский Союз развалился, и, значит, через какое время, в районе двухтысячных годов, значит, там стоит производить ремонт в этом храме. И нашли вот эти мощи. А хоронили его монахи, сейчас вам покажу. Тут не видно, уважаемые друзья, купола, но только что я вам показывал купола, значит, вот Свято-Троицкого монастыря, вот они, купола. Вот монахи как раз вот этого монастыря. И монастырь находится, он, вот сейчас вот я веду камерой, если вы заметите, он через речку находится. Вот, для того, чтобы переправить их туда, ну, нужно было переправить через речку. Тогда еще вот этого моста, конечно, который сейчас вот стоит, так называемый мост влюбленных металлического, его в помине не было, уважаемые друзья. Потому что это было 1917, 1918, 1919, вот эти годы, когда произошла революция, и пошли гонения на церковь. Ну вот, а потом уже в 2000-е годы производили ремонт и нашли мощи Филофея Лещинского, которые перенесли опять Свято-Троицкий монастырь. И раз он был причислен к лику святых, естественно, его, он выставлен здесь около иконостаса. Люди ходят, поклоняются, потому что они считаются чудотворными. Вот, много приезжает сюда людей, много автобусов, которые поклоняются этим мощам. Ну вот такая вот маленькая история, маленькое отступление. По городу Тюмени показал я вас весь вид вот этой вот у нас заречной части, части вот строительной академии. Вообще, это, конечно, если историю вот рассматривать, вот это вот так называемый строительный институт, и сейчас по современному называется Тюменский индустриальный университет, это бывшее коммерческое училище, которое построил купец, глава города Текутьев, которого тоже до сих пор чтут в нашем городе. Вот этих вот, как бы, людей-меценатов, потому что он очень много за свои деньги строил. Именно вот это здание как раз построено, на свои деньги построил купец, вот этот глава города Текутьев, именно на свои, с казны города ни копеечки не взял. И здесь обучались люди, люди, которые имели коммерческую жилку и получали вообще хорошее образование вот в этом здании. Сейчас он до сих пор существует, а построено оно в 1914 году. В 12-м, по-моему, начали строить, в 14-м закончили. Вот такая вот история, уважаемые друзья. Сейчас опять перемещаюсь на позитивную ноту. Значит, вот панорамку вам покажу. Вот он наш город Тюмень, заречная часть. И вот, видите, она вся желтенькая. Осень, 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 осень начинается. Вот. Вот так. На этой позитивной ноте, уважаемые друзья, я закончу свой обзор. Желаю вам здоровья всем. Всем хорошего настроения. Всех благ. И встретимся вновь на моем канале на новых видео. До свидания, уважаемые друзья. Всем всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok